Я прошу аплодируем и... Камалья, здравствуйте! Акторка, спевачка, мисс Сэсвит Европа, Сэсчетки Можлива, Красуня, 2008, Камалья! У-у-у! Здравствуйте! Мы говорим сегодня про то, что как это круто или не круто быть кокеткой. Вот у нас девушка в гостях, Людмила, которая говорит, что это круто, что она является кокеткой. Вот вы актриса. И всегда надо быть... Всегда надо держать себя в каком-то... Не знаю, в нетонусе. В воле, наверное, да? Не в форме, в том, что надо всегда, чтобы все мужчины были у твоих ног. Как вы этого достигаете? С помощью одежды? С помощью какого-то особого флирта или слов? Вот расскажите. Изначально, в принципе, женское кокетство это действительно форма флирта. И прежде чем родилась женщина, родилось кокетство. Поэтому каждая женщина кокетка в душе. И просто это можно развивать. Можно уметь этим пользоваться. Многие дамы путают кокетство с фульгаризмом. С фульгарностью, да. Вот здесь нужно... Это искусство. Здесь нужен особый талант, подход. Уметь сочетать грани между социальным общением, скажем, флиртом и... И вызывающим поведением. Да, и вызывающим поведением, правда. Потому что здесь действительно очень тонкая грань. Не должно быть наигранности. Когда твой собеседник чувствует, что это все наигранно, твоя улыбка, твой смех, твой взгляд, сразу же... То есть ты увидел где-то в кино, да, и ты снимаешь чей-то шаблон. Это очень выглядит неестественно. В первую очередь девушка должна быть самой собой. Она просто должна чувствовать себя раскованно. Она должна быть уверенной в себе, но не чрезмерно, потому что если девушка чрезмерно уверенная в себе, то мужчина как-то сразу отстраняется. Потому что, в принципе, сильный пол боится сильных женщин, и у них сразу проходит желание приласкать, приголубить, оградить от каких-то таких вот бытийских проблем. Поэтому, в принципе, вот по психологическим опросам, да, мужчина видит в первую очередь, что в женщине утонченность. Утонченность и желание вот действительно вот так вот обгурнуть под крылышек. Вот, я наконец-то услышал первый факт, аспект кокетства, утонченность. Наконец-то мы дошли до этого. Олана, мы будем додаваться питанием, у меня 50 звенков. Да, у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. 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 Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к героине. Скажите, пожалуйста, вот как смотрите на флирт или кокетство по телефону? Как часто вы используете это в канале? И как вы смотрите на то, что часто мужчины просто-напросто больше занимаются кокетничеством и заставляют девушек в себя влюбляться? Поскольку по статистике большинство все-таки девушек, иногда борьба за хороших парней идет просто очень большая среди девушек. По поводу... Спасибо большое за вопрос. Да, спасибо за вопрос. По поводу телефона, ну, как бы, никак не отношусь, потому что я не знаю, как можно пакетничать по телефону, можно либо с любимым человеком, либо с человеком, если ты хочешь, чтобы он стал любимым, но, ну, как бы, не со всеми. То есть я не говорю, алло, ну, то есть такого нету. Что касается, что мужчины кокетничают, я, ну, грубо говоря, нельзя сказать, что презираю, но они мне не нравятся. Мужчина должен быть в первую очередь мужчиной. Он должен быть завоевателем. И кокетство это... Ты кокетством завоевываешь, а дальше в любом случае открывается твое внутреннее я. То есть нету такого, что вот я кокетка, я буду дальше, рожу детей, все равно буду кокеткой, рожать буду кокетливо. Ну, то есть все это, опять же таки, начальный этап к чему-то серьезному. А мужчины, кокетки, ну, как бы, я таких не встречала, потому что я их даже, наверное, не замечаю. А то, что женщины ведут борьбу за мужчин, да, это есть. Слушайте, они не за мужчин борьбу ведут. Да, Анжела, сейчас секундочку. А за внимание к себе женщин. Простите, пожалуйста, я тоже вас переверну, что скажу, что мне надо сказать, что обновились результаты нашего голосования. Я кокетка, это круто, чини. И результаты нашего голосования 50 на 50. Ласка. Я просто хотел сказать... А, простите, поменялось очень быстро, все меняется. 66 на 44. Вот так. Смотри на... А потом на телефоне хочу сказать, что голосом мы тоже кокетничаем. Потому что, в принципе, кокетство это что? Кокетка это женщина, которая стремится получить свое внимание, да, достичь определенной цели своими манерами, поведением. Это все, как говорится, аспекты. Это и внешность, это и тембр голоса, это взгляд и улыбка. Улыбка это главное, в принципе, в кокетстве, но улыбка не чрезмерная. Она должна быть в тему. Если действительно тебе смешно, значит, ты смеешься. А так должна быть улыбка Джаконды. Когда ты смотришь на своего собеседника, легкая-легкая улыбка Джаконды. Потому что если ты постоянно будешь все время улыбаться, как Мерлин Монро, то будет не умеяться. Я хочу добавить, вот по поводу одежды. Все понимают, что кокетка не может быть некрасивой. И девочки очень часто выбирают такую одежду, это короткие юбки. Мама очень переживает, особенно если это молодой возраст, 14-13 лет. Зима минус 20. Зима минус 20. Я сама была в таком возрасте, я вот в такой короткой юбке километры в институт ходила и в техникум. Поэтому вот хочу сказать, успокоить мам и наших девочек. Может ли женщина выглядеть, а так вам будет вопрос, не в короткой юбке кокеткой привлекать внимание мужчины, а к врачу, насколько это все-таки по здоровью опасно. Потому что очень много девочек болеют воспалительными заболеваниями в таком раннем возрасте, а потом всю жизнь не могут забеременеть. Это действительно так и есть. Ну, смотрите, короткая юбка, это все-таки, наверное, принадлежность возраста, там, от 14 до 22, там, может, немного выше лет. И слава богу, слава богу, что в этом возрасте, да, даже если взять всех производителей одежды, которые ориентируются на молодежный сегмент, там, манго, ну, там, куча есть, да, вот, они все, у них в ассортименте большая доля юбок, они короткие, это классно. Это раз, два, смотрите, есть такое, вот, мы немножко смешиваем понятия здесь, мне кажется, потому что кокетство, вот это такая вот легкая форма внутренней игры. Дальше, наверное, нам не нравится не кокетство в девочках, а жеманность. Дальше после жеманности идет флирт, но это уже такая целенаправленная акция захвата, а дальше идет вульгарность, да? Динамо идет. Это после, вот, после недолженности, динамо, я бы хотела, об этом я не подумала, но это если уже рассматривать обучение. Но это чаще всего просто и происходит. Да, так, надо, надо поучиться, как правильно. Вот в студии, девочки, поднимите руки, кто из вас считает себя кокеткой, пожалуйста. Так, а ну, что? Давайте. Ну давайте, девочки. А где остались? А что, нет дальше? И сейчас, сейчас интересно, пацаны все... Те, которые считают, подняли руки. Мне интересно, Алина, у вас узнать, вот скажите, вот чем может быть плохо то, что девочки ходят, вот я как мужчина не сильно знаю, ну как, я знаю женскую гинекологию и там все остальное, но не в такой мере, наверное, как вы, но чем, что может за собой влечь вот это все... Хорошо, например, Камаль на машине, наверное, ездит и все равно какая-то... Наверное. Не, наверное, а что же... Пробки же, наверное, не пешком стояли. А вот когда просто, вот как говорит Анжела, идешь километр до института или в школу, вот что за собой влечет, какие проблемы? Вы знаете, хорошо, если на короткой юбке хотя бы длинное пальто надевать. Сейчас длинные колгутки надо надевать. Длинные колгутки, это решение вопроса. Не модно, не модно, полнит. Нет, нет, очень есть сейчас модно. Полнит. Ну подождите, дайте Алине, дайте Алине ответить. Все равно зимой, вот посмотрите, идет девочка неоновой колготы, короткая юбка и еще короче полушубок. Да. К сожалению, да. И вы пособствуете тому, что потом действительно мы имеем воспалительные заболевания, как вы правильно сказали. И вот я у себя, например, на работе сталкиваюсь в основном с молодежью, которая приходит и... Ну я не буду диагнозы называть, в общем-то... Называйте. Но восстановите. Не пугать, не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы понимали, что действительно эти диагнозы всего лишь из-за короткой юбки могут быть. Ну если говорить, например, аднексит, это воспаление яичников. Это просто сплошь и рядом, сегодня у молодежи. Что за собой влечет это заболевание? Как правило, очень тяжело, ну в острой форме, редко девочки обращаются, потому что, ой, что-то болит, она ходит, 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 и она уже загоняет сама себя в хронику. И когда уже начинают ее лечить, то, как правило, это уже ставится хронический аднексит. Вот он практически неизлечим, просто начинается стадия ремиссии, стадия обострения. И поэтому это, конечно, приводит к проблемам, как вы сказали, к бесплодию. Ну вырезают такой проблемный яичник или нет? Нет, их в случае аднексита их не режут. Режут это когда уже кисты образовываются. Когда кисты. Это ведут к бесплодию. Вот в этом вся проблема. То есть это действительно серьезно. Ну, не хотел великий профессор преображенские операции, просто яичники обезьян пересажил. Но это уже другой прогресс. Ребята, простите, давайте все-таки вернемся уже к нашей теме. Я хотел спросить нашего диск-дизайнера. Скажите, а наша героиня отвечает полностью образу кокетки или нет? Абсолютно. Вот так вот, искренне, от души. Вы хотели бы ее переодеть? Ну, в смысле, там. Ну, я бы хотел, но вопрос не ко мне. Нет, вот в том, чем она есть сейчас, очень стильно. Серый цвет моден, опять-таки, в этом сезоне. Очень такие красивые английского стиля туфли. Все очень логично. Переодеть можно. Ну, чтобы еще создать один муку. Давайте это сделаем. Вы согласны? Я согласен. Давайте я вас попросим переодеться. Я тебе просто скажу, что ты остаешься здесь в студии. Я оставил? Жаль. А мы можем у вас переодеть. Нет, спасибо, у меня нехорошие, некрасивые. Короткую юбку и шерстяные колготки, чтобы показать, что это не опасно. Знаете, в этом короткой юбке и шерстяных колготках, ну, только в шерстяных колготках я ходил в детском саду, это время уже закончилось. И, знаете, у нас есть студия. Да, я, знаешь, я побачу в трех... Как ты мне дал договорить прямо? Я тебе просто зараз расскажу. Я не знаю. Я побачу трех таких богатырів тут у нас в студии. И, пацаны, скажите, пожалуйста, вот вы в таких футболках цикавых, пробег заради життя 2010. Расскажите нам, будь ласка, что это будет? Будь ласка. Ну, я думаю, что много отологоглядящих, которые смотрят канал «Перший национальный» уже в курсе, что завтра об 11.00 на Майдане незалежности начинается пробег заради життя. Это благодейная акция, посвященная догляду поддержки виллоинфикованных детей, которые находятся в лекарнях Медит. Мы, кстати, хотели бы запросить вас завтра на Майдане незалежности и выручить вам такие футболки. Спасибо. Ну, дай мне Владимир держите. Так, смотрите. Футболки учасників пробегу. 472. Это практически тот же номер, который был у меня на фабрице. Так, конечно. Дорогие друзья, я скажу так, что завтра, сколько это будет? Реестрация учасників начинается с 10.00 на Майдане незалежности. В 10.00 Володимир Дантес и Вадим Олійник. И еще очень много людей. Напоминаем, 9.06.2020 года, то есть суббота, завтра, на Майдане незалежности, бег заради життя. Правильно я скажу? Пробежем вместе. Ура! Аплодисменты. Так, ну давайте мы вам залежим. А после эфира вас заберем. Вот дуже багато детей зараз народжуються вилонфикованными, це дуже велико проблеми, я гадаю. Еще одна парадоку, розвитку з розорвати вам. Это, это, кстати, точно. Давайте сейчас у нас была одна героиня первая. Хочешь, пойди посиди там уже, ладно, я здесь посижу. Я уже понял, что ты меня хочешь отправить. Оставь мне микрофон. Ну, ладно. И, знаете, мы поговорили сейчас, пока переодевать нашу первую героиню. Это девушка, которая сейчас является кокеткой, ей все нравится. Но у нас в гостях есть еще, сейчас будет в гостях другая героиня, ее зовут Яна, которая... Которая ничего не нравится. Нет, которая нравится, раньше увлекалась всем этим кокетничеством, делала все возможное, но очень, по-моему, или не знаю, сколько раз обожглась. Пусть она расскажет сама. Яна, в студии. Ура! Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Яна, мы ваш сюжет, мы не сделали ваш сюжет, то есть, мы не взняли, потому что мы знаем, что у вас очень интересная история. Санта-Барбара какая-то. Санта-Барбара. Ну, так и называется эта история. Так? Так. Расскажите, что у вас случилось, чему вы отмолились, если быть кокеткой? Ну, так, пловною. Продолжение следует...